Приветствую вас! Возможно, конечно, избавиться от панических атак, вот, более чем возможно. Но, правда, здесь есть тонкость, она заключается в том, что как вы сами, да, вот, ну, как вы сами себе это представляете, и как вы сами это видите, вот, то есть, ну, как вы сами видите, вот, избавление от этих самых атак панических, понимаете, потому как дело здесь в том, что это все-таки психотерапевтическая работа в том числе, вот, это психотерапевтическая работа с вами в том числе, вот, и как бы вот вопрос здесь в том, хотите ли вы и, ну, готовы ли вы к этой работе, вот. Что касается самих, самих атак, вот, панических, то история здесь, ну, пока, да, она достаточно прозаична, то есть, человек чувствует некоторую угрозу, вот, человек ощущает некоторый раздражитель внешний, ну, не очень понимает, вот, что ему, как бы с этим раздражителем вообще делать, вот. Как реагировать на раздражитель, человек не знает и, соответственно, вот, начинаются трудности из-за этого, вот. Поэтому паническая атака – это всегда про определенные мысли, которые возникает человека, вот, это всегда про определенную позицию, которая у человека есть, вот, в том числе, ну, определенная позиция, касающаяся, в том числе каких-то, ну, жизненных ситуаций, вот, каких-то жизненных аспектов, вот, вот. И если человек внимателен к таким аспектам, вот, то он, конечно, может и должен на это реагировать. Вот. Проблема в том, что далеко не всегда человек знает, как реагировать, вот, далеко не всегда человек понимает, как реагировать на те или иные моменты, на те или иные аспекты, вот. Вот. Далеко не всегда человек отдает себе отсчет в том, что с ним вообще происходит, и отсюда возникают различные противоречия, конфликты, некоторые сомнения, вот, и в итоге возникает паническая, как единственный способ, ну, вот, в определенном состоянии себя удержать. Вот. Или, как единственный способ, переключиться на, ну, на что-то, да, вот, ну, там, переключиться там, допустим, на что-то другое. Уйти в паническую атаку, как иногда говорят. Вот. Поэтому нужно смотреть, вот, нужно с вами общаться, нужно разбираться с тем, как для вас вообще паническая атака выглядит. В принципе, что это такое. Вот. И, соответственно, уже после этого, как бы, прорабатывать этот момент. Ну, вот. Как правило, люди не всегда этим занимаются, да, и, соответственно, возникают какие-то вот трудности. Вот, ещё хуже, на мой взгляд, когда к паническим атакам относятся как к какому-то заболеваниям, потому что их часто называют заболеванием, вот, начинают пить препараты, надеясь, что препараты помогут, препараты не помогают, и, в итоге, вот, ситуация вообще всё более и более ухудшается. Вот, поэтому избавиться возможно, вот, направьте немножко в другом, что вы хотите сами, вот, то есть, ну, как вы хотите сами избавляться от этого. Вот, если больше вы уделяете внимание медицинской стороне вопроса, да, ну, допустим, допустим, медицинской стороне вопроса, вот, то, наверное, это не самый лучший расход, потому как, потому как, в этом вы себя, на мой взгляд, ну, обделяете, вот. Вот, это первое. Если всё-таки рассматривать психологический аспект, ну, ситуации, вот, то, или психотерапевтический эффект, если рассматривать. Вот, это уже, на мой взгляд, куда более к вам, к уманию, вот, куда более к вам, значит, развернутся, развернутся, вот. Вот, ну, тут опять же вопрос, да, как бы, вот, хотите ли вы сами этим заниматься, вот, и чего вы ожидаете, потому что, если ожидаете вы некоего быстрого результата, то вас может упасть в таких аспектах быстрого результата, ну, не то что не бывает, он, я бы сказал, даже вреден, потому что быстрое быстрое результата, оно означает его, как бы, поверхность, поверхность, вот. Хоть по понятным причинам вы с этим сами можете быть, ну, не согласны, и это нормально. Как-то так, как-то так. Ну, вот, при панических атаках частенько рекомендуется когнитивно-поведенческая терапия, вот, хотя и другие варианты, в принципе, подходят, да, там, например, гешталь, подход, и так далее, вот, ну, тут уже, в принципе, многое зависит от вас, от вас, вот, как вы сами вообще хотите, да, и чего вы сами хотите, вот, как-то, наверное, как-то, наверное, так, какой-то, наверное, ответ я смог бы вам дать, вот. А, ну, в целом, если, вот, что-то говорить, то, в целом, на мой взгляд, вы пришли к тому, что очень мало внимания, внимания уделяли себе, своим чувствам, и мало выразили это, скорее всего, ну, я имею в виду, ну, вот, в контакте с другими людьми, вот, от чего произошла, вот, такая неприятная история, такая, скажем так, конфузия. Вот, ну, вы можете, как мне кажется, можете довольно легко посмотреть на историю, вот, своего состояния, вот, вы можете довольно легко посмотреть, как у вас возникало подобная история, как она у вас образовывалась, вот, и вы увидите, в принципе, ну, как мне кажется, вот, вы вполне, вполне способны увидеть, как это появлялось, вследствие чего. Ну, просто, обратите внимание на сдерживающие факторы, вот, то есть, где, как, когда вы себя сдерживали, вот, где, как, когда вы, выражали, выражали не то, что, вот, вам, там, грубо говоря, хотелось, вот, и я думаю, что очень быстро вы придете к примерному, примерному пониманию конфликта. Паническая атака – это конфликт, вот, и паническая атака – это уход, уход из конфликта, потому что вам очень сложно его выдерживать, вот, ну, и медикаментозное лечение действует больше, как такая поддержка, вот, скорее нежели, чем то, что реально может, ну, оказать помощь. На этом все, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, и вопрос, который я хотел бы вам задать, чем мотивировано то, что вы спрашиваете, вы спрашиваете, возможно ли избавиться от панических опрок. С них не надо избавляться, нужно смотреть, о чем они сигнализируют, что таким образом ваше тело пытается вам сказать. Дальше. Продолжение следует...